Праздник Своих и четвертой северной Кореи с вами ждали Мы девятого нашей дивизии, девятого мая, мы, конечно, ничего не отметили Потому что мы находились в Корее И там работали, мощно работали Вообще, это великий праздник Величающий праздник Я прекраснейше все помню, понимаете, я же начал летать, мне было 15 лет В 22 года я уже участник первой войны с Финляндией Я сбил двух гадов Одного итальянца и одного француза Когда в Финляндии ни одного самолета своего не было Там коварная, страшная война тоже получилась 54 дня там воевали, потеряли около 13 тысяч Такого безобразия в жизни не было Чтоб страна напала на страну военную Без объявления войны Меня война встретила в Севастополе Я сам рождение город Евпатория, Крым В 1917 году Значит, буквально перед войной, перед 21 числом У нас было громадное учение Внутри всего Союза После этого учения был у нас разбор И получилось в неделе, значит, в неделе Четыре дня свободного времени Нам дали отдохнуть Я холостяк был Собрали все холостяки И куда? В Севастополь И вдруг объявляют, объезжают на катере комендант И объявляют всем военнослужащим по своим гарнизонам И поехал дальше А мы ему говорим Да, а бомбы рвутся А мы и говорим Вот толухи, а Война окончилась Ну, учение А там еще бомбят все Мы не ожидали такое, не знали ничего, понимаете А потом, когда второй раз нам подъехал Почему не уезжаете? Уезжайте, иначе я вас всех арестую И говорит Война Гитлер напал на нас О-ка Мы сходу Симферополь Служил я Назывался Саки Это 12 километров Ежнее Евпатории Там наша дивизия была 16-я смешанная авиационная дивизия Я туда, когда Мы когда туда приехали Батенька мой Не узнать Аэрополоса вот так вот Самолетов нет Разбомблены Разбомблены всем Ужас все делается Успела взлететь только одна эскадрилья От дивизии Дежурная Которая находилась А остальные все попали В общем Потеря Мощная была Мы как посмотрели И осталось нас Без самолетных Мало людей Что делать Прибыли в комбинатуру Ну там сразу Там сразу Что к чему Летчики Да ну летчики нужны И нас сразу же Всех Туда В Прибалтику Лев Борисович Вы за время Великой Отечественной войны Сбили 37 самолетов Во время войны Я был освоил Во время войны Все освоил И вообще В армию я освоил 8 типов самолетов Перечислить Перечисляйте Пожалуйста Значит Начал я С ЛИ-2 Потом Р-5 Потом МБР-2 Морская водка Затем скоростной Бомбардировщик Я вам могу показать У меня ли бомб есть Скоростной Бомбардировщик На скоростном Бомбардировщике Я отлетал до 1943 года Поскольку я значит И так И сухопутный И морской Понимаете Нас Отправили в Казань Всех в Казань отправили Оказывается В Казани Появился Новый тип Самолета Пе-2 Это Пикирующий Бомбардировщик Нашей конструкции Петлякова Пе-2 Там мы 10 дней Освоились Полетали На нем Все такое И Попали мы На Курскую дорогу Среди эпизодов войны Среди многочисленных Эпизодов Трагических Был момент Когда вас сбили На самолете Свои же Поступило приказание Верховного командующего Выделить Количество Экипажей Летающих На Ли-2 Когда Хватились Батенька мой Маленький счет Получился И собрали 10 экипажей Собрали 10 экипажей С расчетом Того Понимаете Для Сопровождения Кораблей Транспортных Кораблей Идущих С Англии На Для Советского Союза В Мурманск До Определенной Точки В море Оттуда С Англии Сображали Самолеты Английские Дальше мы встречались В зановой точке По широте По долготе И Дальше Мы Провожали Корабли До Мурманска Но Порядок Был такой Значит До 50-километровой Зоны Поперечья До нашей Территории Значит Мы Сопровождаем Корабли Дальше Корабли уже Самостоятельно идут Под прикрытием Берега Идут В Мурманск Выполнили Полно Зиму Своё задание Привели Эскадры В полновешен Пилоте Порядки Яздущий Ну, спали С ведомым Говорит Давай-ка посмотрим Чтоб Последний корабль Зашёл Обошёл Там же такая Другая Мурманская Вот Чтоб Гарантий не было Всё Получилось так Потом попрощались мы С английским Капитаном И пошли На аэродром На аэродром Вышли Но Надо было бы Понимать Эти 50 километров Соблюсти Я их соблюдал Соблюдал Ну, теперь Осталось мне В пределах 60 километров До аэродрома Когда начало снижение Я пошёл На снижение Я нарушил эти уже 50 километров Береговой черты ПВО Наши противовоздушные обороны Зенитные Видимо Не было Оповещено И вы представляете Они произвели Единый выстрел По мне И попали Попали в мотор В двигатель А ведущий А ведомый Значит Пошёл Да Вот так вот А Что делать Борт радист И штурмы Выпрыгивают Сразу Ну Я уже Тянул Тянул Всё Дальше Уже Это Заглох Который Я На парашюте Опустился В боли В холодную воду И я В этой воде Проплавал Четыре часа Таким образом Ну у нас пояса Были спасательные А раньше Были спасательные Такие подушки Они Надувные И спереди И сзади То есть я на плаву Нахожусь Вот пояс Я Мой Корпус Весь Вверху Руки У меня Свободные А ноги Значит Дальше Они В воде Ну всё Я значит Приготовил Пистолет Приготовил Кинжал И всё Дальше Что я делаю Примерно Прикинул Берег Куда надо Грести И вот этими Ручками И грёб Грёб И плюс Волнишка ещё Помогала Я Буквально Я увидел уже Берег Берег увидел Даже обрадовался Всё Всё что я Значит спас И меня Всё направление Ветра И меня Опять в море Ну здесь уже Труба конечно Дело уже Подходило к сумеркам Ну так Ну что делать Побарахнулся 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 И вы представляете Вот так вот Получается Я грибу Грибу А потом Смотрю Впереди меня Впереди меня Поднимается нос Ну чей нос Чёрт не знает Далеко Метров 300 Примерно До корабля Поднимается нос Я быстренько Пистолет Зарядил Нож Здесь За вас уж немцев Нельзя А чей корабль Кто его знает Всё А потом смотрю Полностью Поднимается Подводная лодка Подводная лодка Поднялась Подводная лодка Отделяется Шлюпка Красного Цвета Резиновая лодка И пять Матросов И ко мне Наши? Да Приплыли ко мне Ну я русская Вещь Теперь тельняшки Наши В общем Всё Они меня Давай вытаскивать И не получается Они мне Этот корпус Да я уже там В лодке А ноги Всё У меня жунты Вон так Теперь комбинезон Всё Тяжёлое В общем Мучились меня И загребли на лодку И Туда На Подводную лодку На шлюпку Загребли меня Положили И на лодку К лодке Подплыли Я потерял сознание Дальше я не помню ничего Как мне Куда Мне там Что делали И На подводную лодку Но Мне повезло Что На подводной лодке Был Врач Ну Потом Немного Прошло Время Я очухался Я не пойму Где я нахожусь Понимаете Где я нахожусь И Работает А работает что Матросы работают Массашируют ноги Массашируют ноги Потому что они же у меня Я их не чувствовал Все Они у меня полностью Были Выведены Из строя И Вот таким образом На часок Часа Два Массашировали Врач Подойдет Посмотрит Бестолгу Там уже Приготовили Отрогывать ноги Вот Так вот И вы представляете Пока там Все это решалось И Матрос ушел У меня уже Меня уже Готовили туда Готовили туда И Я Лежал Как Попали Как начала У меня боль В пальцах Я в караул кричал Вот такая боль Но я Не знал Что это кровь поступает Матрос подбежает Подбегает Ко мне Я говорю Вау не могу Он Врача Врач подбежал Жить будет И Сразу Это Поступает Кровь Меня Списали А затем Через 3 месяца Дальше Около 4 месяцев Летная комиссия И По сей день И я Летал Потом После этого Еще Всю Отечество Я закончил С Японией Отвоевал В Корее Отвоевал Теперь Значит Нас Расформировал Ну а в часть В часть еще Полетал я С 45 По 48 Год А было Сокращение армии Первый раз Миллион двести тысяч А там В приказе Было указано Не трогать Пять типов Авиации Танки Артиллерии Медицину И кого-то еще Не помню В общем Не трогать Мы остались Дальше Я дальше Летал Ну авиация Летала И я летал Летали мы Значит наш полк был Аэродром Майгатка Его никто не знает Майгатка Он расположен 12 километров Северо-восточной Советской Заминской Советской Гавани Вот на этом Аэродроме Мы значит Он был разработан Там грунтов А уложились Металлическую Сетку И мы там полком Сели Это по войне Уже с Японией Лев Борисович А расскажите про блокаду Ленинграда Поступил приказ К нам Ну Значит Летающих На Ли-2 Срочно И В аэродром Старая Роса Там собрали 10 экипажей Летающих На Ли-2 Оказывается Значит Для Того Чтобы Обеспечить Ленинград А как обеспечить Интересно Ну вот так вот Все ясно Мы собрались Ли-2 У нас Но они же Грузовые Все грузовые Самолеты Но Днище Металлическое Пол металлический Все Там же Вон для грузоперевозок Но были Там Значит 15 Металлических Вот их Секундушек По левому борту И во правом борту Мы Значит Да Задача какая была наша Значит Необходимо было Ленинград Вся промышленность Ленинграда Заводы все Были под землей Представляете И настолько были Сильные Заводы Что они выпускали И Выпускали Боеприпасы И мины И соряды Ну все-все Выпускали И плюс к этому Ремонтировали И танки И самолеты Это же Двигатели самолета Ремонтировали У них Получилось Завал Сырье Кончается Все Хоть Заводы Останавливай И вот тогда Нас потому и призвали На это дело И вот мы Ледва Когда прибыли Ну Целью знали Что будем людей Перевозить Вот Я сказал Я старшей группы был Я сказал Накрыть полы Накрыть полы Чтоб Плита была Деревянная Не менее 12 мм И плюс Эта плита Что была Заселена Будем водить Живых людей Вот так вот И вот мы Совершили Совершали Перевозили В Ленинград Брали Тону Грузов Для самолетов Дальше мы Брали Вещи Ага вот Вещи брали Для армии Там Меховые все вещи В плодоперчаток Теперь Брали Продовольствие И Медицинское Это самое Ну Медикаменты Вот это Всем Уложили мы Значит мы брали Тону Для Сырья А сырье было Оно в контейнерах Запломбировано Все как положено Брали тону Сырья Брали мы В пределах 300-400 Килограмм Шмуток Вещей Это меховых Всех Брали Продовольствие И Брали Медикаменты Все в общем Полный самолет Он Бог Перевозить в пределах До 1500 Килограмм Мы брали Ну В пределах 1500 1700 Вот так Получалось Но нормально Мы даже пошли на то Чтобы Увеличить вес Мы с экипажа Экипаж 5 человек Рассчитан Мы с экипажа Оставляли 2 метра Человека На земле А ты В полете Командир корабля Штурм Командир штурман И бортовой Пеханик Вот За счет этого Мы увеличили вес Перевозок Обратно Мы Перевозили Людей Даже Назвать людей Тяжело Значит Что мы делали Ходячих Более-менее Взрослых людей Мы посаживали Вот Брали 30 человек И Провязывали В этих Светушках Чтоб Он не упал А на полу Мы укладывали Детей Максимум 12-летнего Возраста И вы представляете Когда посмотрели Мы Батенька мой Там ничего живого нет А как они одеты Страх Ноги В чем-то там Ну очень страшное дело Вот Мы их укладывали И опять-таки Как побольше Взять Мы сразу Что делали Только Брали Детей В первое время Чтоб всех детей перевезти А потом уже Дальше Возраст Что будет Так мы их укладывали По левому борту Укладывали Вот так Голова Ноги Следующие Ноги Голова Уплотнение Полное Было Ну и двойную цель Мы имели Они друг Около друга Тепло Создавали Понимаете И укладывали По 75 человек И с другой стороны Такая же вещь А теперь еще И посредине брали В пределах Около 35 человек То есть Загружен капитально Много И вот Мы Таких Считайте Вывезли В общем Вот Мой самолет Мы вывезли 46 тысяч 46 тысяч Вывезли всех детей Детей было 2700 человек Вывезли детей А потом Вывозили всех Взрослых Стариков Ну вообще всех Всех Там и партизаны были Ну Калеченные Все такое Вывозили Мы сделали 8 рейсов А 8 Вылетов Ой Что я говорю Ну да 8 вылетов В течение 10 дней За каждый день Мы успевали 3 только рейса сделать Потому что Дневного времени Нам больше не хватало Понимаете А почему не хватало? Было бы больше Но Все же это мы делали Своими силами И экипаж там Все И значит Обслуга Которая подъезжала Все делали там Потому что Мы же И горючее Подкачивали Для заправки двигателей Все сами делали Там были бочки По 250 литров Бензина И альвеер И вот так Вот потому Мы ограничены Получилось И во времени Ну и Перевозки Так вот Мы 8 дней И отработали Мы перевезли Все до единого Больше там никого Уже не было Для перевозки Этих людей Больных И контролируем Все такое Лев Борисович Я хотела вам сказать Большое спасибо За ваше мужество И героизм И поздравить вас еще раз с 9 мая Большое Большое И